Северная сеть Северная сеть не первая республика, которую попристили члены общественной палаты. По словам организатора проекта Максима Шевченко, рабочая группа начинала свою работу с тех регионов Кавказа, где существуют проблемы гораздо более серьезные, чем в Осетии. До этого они побывали в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Мушетии. На Кавказе в частности заключена судьба России. И если Кавказ не станет на самом деле территорией мира сотрудничества, если огромный человеческий творческий потенциал кавказских народов не станет источником силы, то просто я не знаю, я тогда не вижу будущего для большой страны, которая называется Россия. Максим Шевченко задавал людям два вопроса. Какие у них проблемы и каким они ведет их решение. Учитель четвертой школы в Песлане Зари Макароева рассказал о проблемах в образовании, в частности, когда школа финансируется по количеству учеников. По ее мнению, это надо менять и использовать тут необходимые системные подходы. Качество не растет от количества учеников. Вот кто поставил зависимость закладки учителя от количества детей в школе, это преступник. Потому что всем известно, чем меньше детей в классике, выше качество образования. Идеально вообще это репетиторство. Да, один на один. Ученик и учитель. Ну, я не говорю, что надо такие до идеального. Но зачем же надо было сокращать делать это? Что надо делать? Надо услышать учителя. Потому что все, которые рассуждают о школе, это, как раз, не самые коллективные люди. И не смотреть все к чему-либо, там, к ЕД, имя, не давать по этому поводу. Ну, это системно надо решить вопрос. А дело в том, что, ну, кто слышит наш голос? Ну, до какого уровня я могу докричаться? Я могу у нас смотреть это, министр, который тоже ничего не решит в этих вопросах. А вы до какого можно почти докричаться? Вот до самого верха. Врача правобережной больницы Лан-Андерхай беспокоят вопросы безопасности. И то, что построенный в Беслане многопрофильный медицинский центр не предназначен для лечения детей, особенно пострадавших в теракте. У меня было в первую очередь то, что на идее, если они будут на школу, я могу быть спокойным, чтобы на веток придут целости и сохранности домой. Я не буду целый день сидеть на работе, трогаться, прислушиваться каждому шороху, какому-то имитации с рыбой, там, то ли колесо, то ли уже сидишь, то ли бежать в школу, то ли все. То, что касается будущего Беслана, я думаю, что после известных событий в Беслане, как бы стоит обратить более пристальное внимание. Почему? Потому что, что Беслана, я не отделяю Северную Осетию и Южную Осетию, они сыграли в истории России, в геополитике очень большую, огромную роль. Мир изменился, это не нужно и отрицать, я думаю, должно быть более пристальное внимание. У нас новая конфессиональная республика, у нас есть здесь ни экстремизма, ни терроризма. Мы здесь можем спокойно принимать туристов, лечить людей. У нас есть замечательные источники. Можем строить современные горно-вижные базы. Я думаю, стоит более пристальное внимание оказать и Беслана, и республике в целом. Слушать газели, практически развиваться, и на северном пункте, и сельскому хозяйству, практически некуда отсюда, и безработица в селах, их недоразвитие, остановка в развитии. Когда мы сможем в свои леса, ходить в леса, вот это имеет в виду граница под Сигушефи. Если в свои уходят в лес, вот сегодня там собирают, вот это через суд, и никак нельзя туда попасть. Если уйдет, обратно не летнется. И неужели на горку отойти вещи не видят? Только ваше участие, только ваша готовность к диалогу, ваше желание мира может всем нам вместе помочь добиться результата, при котором люди будут ходить за Черемшой в лес, встречаться, здороваться или не здороваться, но потом возвращаться с Черемшой к себе или к другу идти в гости. После выступления члены рабочих по очереди выходили в трибуне и делились впечатлениями. Это очень полезно для нас. Я должен сказать, что совершенно точно уже даже в ходе этого разговора это очень полезно для нас, для тех, кто приехал. Несмотря на определенный жизненный опыт, журналистский опыт, я считаю, что наша задача сегодня как раз на новом этапе послушать, что происходит здесь. На очень сложно, в этом сложном крае, многонациональном, конфессиальном. Присутствовавшая на встрече руководитель Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана Сусана Друдьева, говорила о том, что не дав оценку произошедшему в Беслане, нельзя говорить о мире. Она также подняла тему о статусе жертв террористического акта и о том, что все федеральные программы помощи жертвам террористического акта в Беслане уже закончились. Я хочу сказать, что на Кавказе и по всей России не принят статус жертв террористического акта. Не приняв, не изучив всю ситуацию и не приняв закон о статусе жертв террористических актов, невозможно говорить о стабильной, нормальной жизни этой категории граждан. И невозможно говорить о том, что государство исполняет все свои обязанности перед своими гражданами. За миссией представителя парламента Станислав Кисайб рассказал членам рабочей группы о том, какая работа была проведена по вопросу принятия этого закона и о том, что они воспользуются тем, что есть такой институт гражданского общества, как общественная палата, и доведут эту инициативу до конца. Вот та законодательная инициатива, о которой говорила Сусана, о которой мы не первый год говорим, о предании статуса жертвы, ну, юридически это можно отшлифовать. Мы долго не признавали афганцев участниками войны и так далее, и так далее. Но у нас вот эта проблема существует, и я могу сказать, я думаю, когда мы поднимем эти документы, у нас были совершенно идиотские ответы, извините, из департамента, одного из департамента правительства России, где было сказано так, что установление льгот жертвам теракта вызовет раздражение другой части населения России. Раздражение на предмет того, что они не стали жертвами теракта, и дополнительные льготы и преимущества, это Господь избавь от этих льгот и преимуществ. Завершая встречу, министр по делам национальности Северной Осетии Таймар Касар сказал, что в республике много проблем, но они понимают, что много в этих проблемах зависит от самих людей. Однако есть и такие, которые выходят за пределы республики, и разграничить этот вектор ответственности для Северной Осетии очень важно. Первая и основная проблема – это безопасность. Безопасность людей. Потому что человек, который чувствует, что он небезопасен, он не может созидательно творить, он не может созидательно трудиться, он не может ничего создавать. Он готовится только к отражению. И вторая проблема, которая сегодня существует, к сожалению, в целом в Российской Федерации, эта проблема не обошла нашу республику, это вопросы идеологии. Куда мы идем и как мы должны идти, и какими средствами это достигать. По мнению Максима Шевченко, опыт, когда на Кавказ прижали руководители с федерального центра и говорили, что и как тут надо делать, но за последние 20 лет было неудачно. Вот эта вот коллективная форма коллективного такого мозгового штурма, она есть формы выработки вами самими рекомендаций для нашего общего дела. И пришло время, чтобы голос Кавказа, голос народов, населяющих Кавказ в изобилии, слава богу, что это так звучал при выработке кавказской политики. Продолжение следует...